В редакцию вестей обратились жители одного из домов Черкеска, которые на протяжении нескольких лет не могут добиться от управляющей компании качественного обслуживания. Вместе с представителями городского управления ЖКХ Регионального народного фронта аварийной службы в ситуации разбирался наш корреспондент Артур Мхце. О, смотри, там вода, куда вы пойдете? Всего одно неверное движение и можно оказаться по уши в грязном болоте. Камера не передает той вони, которая поднимается из подвала и проникает сквозь щели во все помещения многоэтажки по Бутикулова 13 в Черкесске. Люди многократно обращались в управляющую компанию, однако ВОЗ и ныне там. Приехали, покрутились, что они тут делали и уехали. Вот вся работа. Такая вонь сколько длится уже? Это три года уже такая песня. Грязь. Это невозможно. Комары все лето писала вот ее дочка Любина. Сколько раз? Ни разу не приехали, не потравили. Короче, живем в гадюшнике. Но одно дело комары и так далее. Комары в подвале течет. Вонь невозможна. Подвал. Загляните в подвал. У нас бесчисленное множество комаров. Сырость, плесень, невозможно дышать. У нас даже дети не могут ночью спокойно спать из-за кашля. Когда остальные способы достучаться до обслуживающей организации не возымели должного результата, жители обратились в редакцию «Вестей» и региональный народный фронт. 13-й дом ранее был признан сейсмоопасным. То есть спустя какое-то время горожан переселят в новостройки. Но конкретных сроков нет. А значит, людям пока надо как-то выживать. У меня нет ни задолженности, ничего. Почему я должна ходить, когда это обязаны делать? Это ваши обязанности. Да, правильно. А их обязанность? Куда девать наши деньги? Общественники постоянно выезжают по проблемным адресам. Вот и на этот раз людям были даны конкретные рекомендации, как отстоять свои права. В программу по переселению вы попали. Этот дом попал. То есть все документы там есть. Вам за это биться не надо. Это уже решенный вопрос. Главный вопрос теперь... Смотрите, идет к вам в гости. Главный вопрос по переселению – это те последствия, которые это имеет. И когда же на конец. Я вас понимаю, потому что это правильный вопрос. Тем временем представитель городского управления ЖКХ вызвал аварийную бригаду обслуживающей организации. Люди приехали, вскрыли люки. Из забитых коллекторов снова повеяло чем-то неприятным. Стало понятно, пока водоканал не прочистит здесь свои сети, аварийка исправить что-то в подвале будет не в состоянии. Жижа продолжит просачиваться в помещение под землей. Получается, что управляющая компания обращается к водоканалу? Да. Естественно. Вот приезжает аварийка. Тут же звонит. Он открыл, он сейчас передает. Диспетчеру. Он диспетчеру передает, диспетчер звонит. А вы можете при нас сейчас позвонить и сделать заявку? Далее по требованию жителей и общественников был сделан звонок в ресурсоснабжающую организацию. Когда колодцы около дома будут вычищены, работы по проведению подвала в порядок возобновят. В общем-то, жалобы людей на то, что не проводится обработка в данном подвале и постоянно есть течи. Течи аварийные, это понятно. Но в любом случае, несмотря на то, что данный дом в программе по переселению, управляющая компания обязана проводить текущий ремонт и содержать дом в том состоянии, чтобы люди комфортно могли в нем проживать. Одной из главных причин того, что решение данного вопроса до сих пор стоит на паузе, общественники и мэрия видят нежелание людей связываться с письменными обращениями. Хотя именно таким способом те давно могли бы иметь веские основания для жалобы в надзорные ведомства, в прокуратуру и жилнадзор. Ситуацию по данному дому специалисты городского управления ЖКХ и регионального народного фронта взяли на контроль и проверят выполнение работ по устранению выявленных нарушений. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.